Тут моя Котя хочет передать, что в конце видео будет спойлер, и то, что нам пора начинать. Всем привет и добро пожаловать на канал Конг. С вами Кин и рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где я буду высказывать своё мнение о фильме, на который сходил. А сходил я, значит, на кладбище домашних животных. По сюжету которого обычная городская семья переезжает в свой загородный дом. Дети от семейства узнают, что неподалёку от них есть кладбище, способное похороненных на нём возвращать в мир живых. А вот что вернётся с того света, это уже загадка. Ответ на который будет дорого стоить. Так, ну для начала я могу сказать, что книгу я не читал. И знаю из неё лишь так, парочку моментов. Да и фильм первый я помню очень смутно. Но я люблю ужастики и люблю многие идеи Стивена Кинга. И от этого вдвойне обиднее, что фильм вышел таким обычным. Если честно, то я ожидал уровень тут чуть ниже, чем оно. Но оно тут даже и не пахнет. Вообще я понял для себя одно, что мне нравятся ужасы и триллеры нового типа. С долгим саспенсом. Где даже скримеры не нужны. Просто находясь в постоянном напряжении, меня может напугать любое дальнейшее событие в фильме. И вот от этого становится реально страшно. Здесь же этого нет. И всё как по шаблону. Сюжет-сюжет, тихая сцена. Все вздрогнули, пора продолжаем. Сюжет-сюжет, тихая сцена. Сам же сюжет, как по мне, вышел довольно скомканным и рваным. С очень медленным началом. Настолько медленным, что я думал, что фильм растянут на две части. Хотя, может это ему и помогло бы. А концовка была переполнена событиями и очень насыщена. Хотя, буду честен, вот что-что. А финал фильма мне очень понравился. Напряжение просто витало в воздухе. От этого и скримеры работали как надо и даже лучше. А самая финальная сцена фильма, как по мне, просто великолепна. Как итог хотел сказать. Хоть фильм и снят по, как Кин говорит его, самой страшной книге. Сам фильм, как по мне, вышел довольно средним проходником. Теперь же мы переходим к спойлер части. И всем, кто не хочет знать нижнее белье фильма, я говорю пока. А если это видео вам понравилось или оно было вам полезным, то подпишитесь на канал, поставьте лайки. Также загляните в мою группу ВК и Инстаграм. Ссылочки будут в описании. А я буду рад вас там видеть. Выкладывайте вы в ваши соцсети рецензии к фильмам с хэштегом «Сходил я, значит, на». А мы переходим к спойлеру. Предупреждаю сразу, что я скажу только саму суть, не вдаваясь в подробности. Один момент из книги, который я знаю, в фильме изменили. На дороге погибает не сын главного героя, а дочь. Отец возвращает ее с того света, и сначала она убивает соседа, а потом мать. Но благодаря кладбищу мать возвращается к жизни и убивает отца семейства. И снова же благодаря кладбищу отец семейства тоже возвращается. Как итог, в конце фильма мы видим, что вся семья снова в сборе, включая кота. Разве что малыш только не перерожден. Хотя это скоро изменят. Вот в принципе и весь спойлер. Повторяться не буду. Если все понравилось, лайк, подписка, ВК, Инстаграм. Ссылочки будут в описании. А я же пожелаю вам только интересных сюжетов. И будьте внимательнее на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok